Российские террористы сегодня подорвали Каховскую ГЭС. Зона потопления расширяется. В России массово травятся паленым сидром. Уже более 16 погибших. Компания Apple совершила шаг в будущее. Новая реальность, мир не станет прежним. Всем привет, меня зовут Юлия Корт и это программа «В тренде». Сегодня день журналиста. Журналистика должна быть честной, чего очень не хватает России. Но мы поможем вам узнать правду. Тут актуальные новости без фейков. Поехали. Каховская ГЭС разрушена от взрыва. На Каховке там наши все захватили. Разаминировались специально-то за... Это же и был подарок на Новый год. А, подарок, еб***ь. Рутак, пацаны. Этой ночью в 2.50 российские террористы 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденовского Ставропольского края совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине, заявил глава МАГАТЭ Гросси. На правобережье Херсонщины из-за подрыва врагом дамбы на ГЭС-зоне бедствия оказались около 16 тысяч человек. Новая Каховка, временно оккупированная оккупантами, уходит под воду. А центральную площадь уже облюбовали лебеди. Сейчас вы видите на фото дамбу Каховской ГЭС до и после подрыва. На Антоновском мосту вода поднимается. Опоры практически все в таком стане. Вода поднялась метра на три. И вода поднимается, поднимается. Подрывом плотины русские устроили чудовищный экоцит на Херсонщине. Перед отступлением из Херсона российские боевики украли много лодок и катеров. Но эти лодки унесло течением в сторону Черного моря. Также россияне полностью затопили свою первую линию обороны под Днепру. На берег выбрасывают мины. Они не ожидали таких последствий подрыва и не предупредили своих. Окупанты буквально сидят на деревьях, а техникой БК уплывают. Крым уже без воды. Готовятся графики подачи. В кранах ситуация вот такая. Усы Путина Песков поспешил обвинить в этом теракте Украину. Только вот аргументация, как все на России, убогая. Уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской страны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. Это то, что точно не покажут по российскому ТВ. Вся правда с фронта от оккупанта. Пьянство, нехватка техники. Да ну! У нас есть первая и вторая рота. Они нахуй друг друга с***лят, нахуй напьются и стреляют в друг друга нахуй. Вот это б***ь. То одного послужили. Это какой-то сюр. Если они себя сами не поубивают на фронте, то точно убьются алкашкой. В Ульяновской области паленый мистер Сидр за несколько дней убил 16 человек, а 26 отправил в больницу в тяжелом состоянии. Двое из них несовершеннолетние и одна беременная. Также траванулись. Не спрашивайте, почему подростки и беременные. Это Россия. Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию по стране. В итоге была остановлена фура, которая перевозила 810 литров алкогольного напитка. А у водителя нашли накладную на получение 18 тысяч литров. В Димитровград алкоголь поставлялся из Самарской области. А вот, собственно, и предприниматель на допросе. В Нижегородской области также распевали мистер Сидр. Там тоже есть летальные сходы. Полицейские провели осмотр и изъяли напиток. Не помешала бы такая гуманитарка оккупантам на фронте. Не правда ли? Ну и что, что потравили земляки? В Нижнем Новгороде своя атмосфера. Там прошел автопробег. Покажем США кузькину мать. По улицам города проехались несколько брендовых автомобилей. В Воронежской, Ростовской и Белгородской областях россияне знатно наложили в штаны. После тревожного обращения Путина. Экстренное обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня в 4 утра украинские войска в городе НАТО с согласием и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации. Помимо радио, такое обращение прозвучало и Параша ТВ. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Да, это дипфейк. Ну а голос-то? Голос. Точно Путина. Хакеры взломали и запустили сгенерированное обращение бункерного, пока тот снова на карантине. Россиянам не привыкать жить в обмане. Да и до таких обращений самого Путина совсем немного осталось. На куски страну разрывают. На куски. Вы будете удивлены, но в ВСУ появился тайный агент, который сообщает о продвижениях украинских защитников под Бахмутом. Этим агентом является глава ЧВК Пригожин. Часть населенного пункта Берховка уже утеряна. Трапают войска потихонечку. Позор! Пригожин все так же топит против Минобороны. Они даже взяли в плен российского подполковника. А Легион свободы России не растерялся и предложил Пригожину обменять захваченного полковника на пленных из Белгородской области, которых не хочет забирать губернатор Гладков. Мы предлагаем вам обменять подполковника Романа Веневитина на бойцов российской армии и пограничников, которые находятся у нас в плену. Но, увы, Пригожин дал заднюю. По поводу отменов. Подполковник, часть 2-я бригада, он не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Но, естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы. Ни с поля боя своих не забирают. Ни с плена. Что за страна такая? А Гладков – удивительный губернатор. Пошел он по стопам алкаша Медведева с его крылатой фразой в Крыму. Денег нет, но вы держитесь. В 2023-м все заиграло новыми красками. Шебекинцы – денег нет, но вы держитесь. Уже навскидку денег до восстановления разрушенного в результате обстрелов и боевых действий жилья на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит. А еще белгородцам дадут кредитные каникулы. Каникулы, Карл! Вот, оказывается, о чем мечтают россияне. Напомню, Белгородская область ранее взяла шефство над Белокуранским и Троицким районами временно оккупированной Луганской области. Прошел год, денег нет даже на Белгородщину. Это та самая великая страна? Вторая армия в мире с нефтью и газом? А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. А вот защитников на России продолжают плодить. В Белгороде уже начали массово раздавать повестки. Местные жители сообщают, что в городе собирают мужчин для местной теробороны под предлогом защиты родины и грядущего наступления в СССР. Вы понимаете, как звучит тероборона Белгородщины? Правда, выглядит она уж очень убедительно. Все, менты сваливают, развальдия сваливают. Будет все на наших плечах-то. Кто увидит белые повязки, значит присоединяйтесь к нам, берите там оружие свои, пистолеты. Все, что у кого есть. Только мы можем взять власть в свои руки народным ополчением. Поэтому собираемся, да. Поэтому собираемся. Берите оружие и все сюда. Айда. Что, Путин? Военторги опустошены на Белгородщине? Вон и ружье какого мужика. А куда, простите, делась регулярная армия? Не подскажете? Век технологий и развития. Компания Apple представила очки виртуальной реальности Vision Pro. Я вам скажу, что это что-то невероятное. Гарнитура может заменить ноутбук, планшет и телефон. А теперь, вашему вниманию, уникальная разработка от лучших разработчиков России. Изолента. Вот. Это фронтовой телефон. Еще мой дед связист, значит, работал с таким. И вот пацаны воюют. До сих пор работает и пользуемся. Надежная вещь. Надежная вещь. Такую балалайку даже ЦРУ не перехватит. Надежнее только Почта России. Если вы понимаете, о чем я. Российский шоу-биз не перестает удивлять. Оказывается, Бабкина ездила в уничтоженный Россией украинский Мариуполь. Полная раздолбежка. Сталинград. Вот дом Павлова там стоит в Сталинграде. Вот весь Мариуполь был такой. Весь. И у меня была, перед тем, как начать мероприятие, у меня была встреча на улице. Разговоры были разные. И приятные, и не очень. Что неприятное они говорят? Всякое было. Даже люди более старшего поколения, которые, собственно, знают, что такая Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая, ну, скажем, неприятность. Неприятности, полная раздолбежка, Сталинград. Фу, какая она отвратительная. Знала бы эта бабка Бабкина, сколько украинцев в Мариуполе убили россияне. И она права. Действительно, местные обвиняют Россию. Об этом нужно говорить на каждом углу, а не скрывать, как это делает российская власть. Ну, что взять с Надеждой Бабкиной, депутата Московской городской думы? Такая же фальшивая, как и ее песня. Колечко мое вызваченою... Пока Путин, теряя километр за километром оккупированных территорий, не может понять, откуда начнется контрнаступление ВСУ, Лукашенко начал делить Калининградщину. Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе. Интересно, Путину в бункер занесут бумажку с этой новостью? Или тоже скроют реальные факты, как и с Белгородской республикой, которую героически освобождает Легион и РДК? А то слишком он нервный стал из-за весточек с фронта. Лето наступило. Желание поехать на море у россиян, конечно же, присутствует. Но отпугивают прилеты, что на Азовском, что на Черном морях. А вот цены в Турции для россиян стали реально неподъемными. Раньше в Анталии цены были от 30 до 40 тысяч рублей. Сейчас же более 150 тысяч. В России ожидается аномально жаркое лето. Солнце точно на стороне ВСУ. На НТВ открыто обсуждают проигрыш России в войне. Скобеева в истерике от поставок оружия. На ТНТ открыто глумятся. В интересное время живем. Россия проиграла эту войну, только ее начав. Никакого сочувствия от наших властей. Ни поддержки свыше. Ребят, вы держитесь, там все будет наладиться, вы вернетесь в свои дома. Ни единоразовой какой-то денежной помощи людям. Элементарно купить зубную щетку, зубную пасту, потому что люди выезжали просто в чем могли. Понимаете? Где это все? Где? Хочется кричать, и никто не слышит.